Здравствуйте! Первый городской продолжает работать в эфире о событиях вторника 29 декабря расскажут наши корреспонденты в студии Ирина Коробко. Это время Одессы. Главные новости дня. И далее смотрите. Они не могут жениться, официально устроиться на работу или даже купить билет на поезд. Полторы сотни человек в Одесской области живут без гражданства. Вы же понимаете, что без документа, к сожалению, и как многие люди оценивают свой статус, они никто. И зовут меня никак. С иголками, но без чипов. Многие ели и сосны, которые продаются на одесских улицах, срублены незаконно. Начал вашей елочки? Ну, по 200 гривен, ну, от 200. К началу туристического сезона в Одессе появится новая достопримечательность. К сторожевой башне одесского карантина пристраивают стену и небольшое помещение. Здесь будет функционировать как выставочный салон. И все подробности далее в нашем выпуске. Одесский припортовый завод недополучил 700 миллионов гривен. Эти деньги в виде процента по кредиту предприятие выплатило Сбербанку Украины в прошлом году. Об этом сообщили в областной прокуратуре. Крупный заем в размере 5 миллиардов гривен взяли для покупки природного газа. В ходе проверки выяснилось, что предприятие не нуждалось в кредите. Подобные действия квалифицировали как злоупотребление служебным положением. Расследование по этому факту продолжается. Руководители Одесского припортового завода также обвиняют в реализации продукции по значительно заниженным ценам. Дело военкома «Взяточника». Суд разрешил передавать Юрию Пескуну продукты в СИЗО на Новый год и Рождество. В праздничные дни изолятор закрыт для посетителей, но адвокаты бывшего главного военкома области настояли на том, что из-за болезни ему нужно соблюдать диету. Служители Фемиды удовлетворили требования, и на этом заседание прекратилось. Рассматривать доказательства обвинения не стали. Зал, оборудованный для этих целей, был занят. Следующее слушание состоится в будущем году. Рассматривать доказательства обвинения. Есть процедура доследжения певных доказов, в том числе цифровых и электронных документов. Есть принцип безусловности судового розгляда криминального проведения. Безусловно, суд обязанно доследить технические записи, которые мы дали суду, как доказы обвинения. В Украине возможны досрочные выборы в парламент. Однако в этом случае процесс реформ в стране временно остановится. Такого мнения придерживаются в Комитете избирателей Украины. По словам экспертов, голосование может состояться уже ближайшей весной. Однако при этом необходимо изменить механизмы волеизъявления граждан и подсчета голосов. Старая система не позволяет бороться с нарушениями избирательного законодательства. Если у нас останется старая избирательная система, то это еще один аргумент против того, чтобы проводить выборы. То есть, когда у нас половина парламента избирается по партийным спискам, половина по мажоритарке. Потому что выборы по мажоритарке, парламент – это подкуп избирателей, это административный ресурс. И далее о происшествиях. Пожар на улице Среднефонтанской. Здесь горел ночной клуб огни. Инцидент произошел рано утром, когда в помещении никого не было. На место происшествия прибыли спасатели. Чтобы справиться с огнем, им понадобилось около полутора часов. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Предварительная причина пожара – замыкание электропроводки. На промрынке седьмой километр задержали вора. Им оказался 26-летний иностранец, который ограбил женщину. Как выяснилось, одесситка загружала покупки в багажник автомобиля, когда злоумышленник схватил с пассажирского сидения сумку с деньгами и мобильным телефоном и бросился бежать. Однако скрыться ему не удалось. Рядом находились полицейские, которые задержали злоумышленника. Теперь ему грозит от четырех до шести лет лишения свободы. Он задержан гражданин кавказской национальности, который совершил грабеж сумочки с личными вещами гражданки республики Молдова, которая приехала на рынок осуществить покупки различных вещей. И при попытке скрыться с места преступления, данные гражданин кавказской национальности, который задержан сотрудниками организации отделения полиции. Нарколаборатория. На дому полиция задержала 32-летнего одессита, который изготавливал наркотики в собственной квартире в центре Одессы. В ходе обыска в помещении обнаружили специфическое оборудование, химические колбы, различные препараты и реагенты, а также готовый амфетамин. Все материалы направлены на экспертизу. На допросе преступник заявил, что наркотики – его хобби, изготавливал он их для себя. Полиция проверяет эту информацию. Ему грозит до пяти лет тюрьмы. Если окажется, что он все же продавал наркотики, наказание может быть еще более строгим. По данному факту открыто уголовное производство по части 2 статьи 309 Уголовного кодекса Украины. Незаконное производство, изготовление и приобретение наркотических средств. Правонарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет. Поврежденную скульптуру «Якорь сердца» демонтировали. Композиция треснула в основании. Восстановлению не подлежит. Временно ее разместили на территории Одесского литературного музея. Напомню, туристический символ Одессы, расположенный на Лонжероновской и Пушкинской, 26 декабря протаранил «Порш Каен» с литовскими номерами. За рулем автомобиля был студент-иностранец. Сейчас мы производим демонтаж. Затем она будет переправлена в Киев. И переплавлена. И эта бронза пойдет на изготовление нового «Якоря сердца». На восстановление «Якоря сердца» по оценкам специалистов уйдет несколько месяцев. Во-первых, технологический процесс требует значительного времени и филигранной работы. А во-вторых, необходимо взыскать ущерб слихача иностранца. Три года назад на создание туристического символа Одессы ушло 20 тысяч долларов. Я считаю, что истцом в данном случае должен выступить горсовет. Потому что скульптура фактически находится на балансе горсовета. И ответчиком в данном случае, я так понимаю, будет выступать страховая компания того человека, который осуществил наезд на данную скульптуру. С иголками, но без чипов. Перед Новым годом елочные базары можно найти почти на каждом углу, но многие торгуют новогодними деревьями незаконно. Одни продают хвойные без документов, а другие без специальных бирок. Правоохранители говорят, что борются с подобными случаями, но выходит как-то не очень эффективно. За три дня до Нового года елочные базары инспектировала Алия Замчинская. Большинство одесситов уже приобрели и нарядили главное новогоднее украшение – елку или сосну. Другие, ожидая, что в преддверии праздника деревья значительно подешевеют, откладывают покупку. В любом случае выбрать есть из чего. Елочные базары, разбросанные по всему городу, предлагают покупателям товар на любой вкус и кошелек. На Сидецкой, 19, обычный елочный базар. Только вот новогодние деревья продают без чипов. И хотя место тут проходное, торговля идет не очень. На чем ваши елочки? Ну, по 200 гривен, ну, от 200. Спрашиваем, почему сосны без бирок. Ответить не могут. Буквально через 15 минут после нашего прихода появляется еще один продавец. Припарковав авто, он сразу снимает с машины номера. Молодой человек привез бирки – 38 штук. Оказывается, сосны здесь не продают, а просто хранят. После недавнего визита Государственной экологической инспекции уже составлен протокол. Евгений оправдывается. Говорит, в такой ситуации вешать бирки не имеет смысла. Не, они отдельно не успели подцепить. Просто написали протокол, и до решения суда они находятся у нас под хранением. Звоним в Государственную экологическую инспекцию. Сообщаем, что сосны на Сидецкой, 19, все еще продают. В ведомстве говорят, об этой точке знают. Но приезжать и фиксировать нарушения снова не планируют. Я не могу вам точно сказать, когда кто-нибудь может ехать. Просто хотя сейчас кто на поселке Кутовского, кто-то заиграл. Звоним в полицию. Обещают приехать в течение 15 минут. Проходит полчаса. Перезваниваем. Никакого результата. Через 45 минут набираем 102 в третий раз. Поехала-то машина ждать. Ну а когда будет? Выехала уже, ожидайте. По прошествии еще 30 минут патрульная полиция так и не приехала. В общей сложности мы ждали почти полтора часа. В итоге сосны остаются у торговцев. Буквально в 200 метрах еще один елочный базар. Здесь все деревья легальные. И стоят столько же, сколько и у соседей. Наши елки из Одесской области, из Котовского района, на границе с Винницкой областью. У нас на всех есть чипы, которые видны в лесничестве. При этом проверить подлинность чипов просто. Для этого создан специальный электронный сервис елынки.инфо. Алия Замчинская, Сергей Колмыков, Первый городской. Министерство социальной политики обнародовало новые данные о количестве беженцев. Только официально их почти 2 миллиона человек. Большая часть переселенцев нуждается в помощи и поддержке. Для этого Кабинет Министров объединил усилия с общественной инициативой КрымСОС и Международная организация Стабилизейшн Саппорт Сервис. В первую очередь будут помогать решать вопросы с жильем, работой и оформлением документов. Также к работе уже приступили 25 советников по вопросам внутренне перемещенных лиц во всех областях Украины и два советника на центральном уровне. Я хочу обратиться к лидерам общественных организаций, чтобы они обратились к сотрудникам, если необходимо решить какие-то вопросы на долгосрочную перспективу. Те вопросы, которые региональные сотрудники не могут решить самостоятельно, информацию они передают к центральных сотрудникам, которые работают при Министерстве социальной политики. И в этих сотрудниках уже есть действующий механизм współпрости с всеми представниками структурных подразделений Министерства социальной политики. Без права на жизнь только в Одесской области более 150 человек не могут получить внутренний паспорт и оформить гражданство Украины. Всего в нашей стране без каких-либо документов проживает около 33 тысяч лиц. Как следствие, они не могут получить социальную помощь, официально устроиться на работу, взять кредит в банке, оформить брак или развод и даже купить билет на поезд. В основном это жители приграничной зоны. У большинства из них просроченные паспорта ПМР или Советского Союза, у некоторых на руках только свидетельство о рождении. По словам экспертов, получить украинское гражданство эти люди не могут из-за бюрократии и несовершенства законодательства. Вы же понимаете, что без документа, к сожалению, и как многие люди оценивают свой статус, они никто и зовут меня никак, как они говорят. То есть мы называем их вообще юридическими призраками. У нас нет процедуры установления личности без гражданства. Нет такой процедуры, которая есть в ряде других стран, которая позволяет идентифицировать человека по другим документам, которые есть, в том числе по показаниям свидетелей, например. У нас такой процедуры нету, и это одно из изменений, которое должно быть принято в законодательстве Украины. К началу туристического сезона в Одессе появится новая достопримечательность. По двори Дженестром к стражевой башне одесского карантина пристраивают стену и небольшое здание. По замыслу архитекторов располагаться там будет выставка, посвященная истории нашего побережья. Как продвигается работа, видел Андрей Цыганко. Отреставрированная в прошлом году староживая башня одесского карантина со смотровой площадкой стала столь популярной среди туристов, что чиновники решили создать здесь целый исторический комплекс. Он получит название «Подворье Дженестра». Так когда-то называлась пристань, расположенная в Одесском заливе. Хотя краевед Андрей Добролюбский говорит, эта история может быть выдумкой. Нет конкретных исторических данных о существовании самой крепости Дженестра. Речь идет всего лишь о стоянке Дженестра. Поэтому, да, которая существовала здесь на протяжении, ну, нельзя сказать, что непрерывно, но от 13 до 15 века. За пару недель рабочие привели в порядок башню после туристического сезона и пристроили большую часть стены. Также здесь появится дополнительное здание, в котором разместят выставку, посвященную истории Одесского побережья. За короткое время строительство успело обрасти массой слухов. Никакого ресторана, никакого кафе и никакой забегаловки здесь делаться не будет. Здесь будет функционировать как выставочный салон, будет функционировать сама башня, в которой уже происходило много выставок. Продолжать работы будут, пока позволяет погода. А закончить обещают к началу нового туристического сезона. Андрей Цыганко, Дмитрий Боровецкий, Эдуард Шендерович, Первой Городской. Ну и на сегодня у нас все. Вы смотрели «Время Одессы». В эти предпраздничные дни будем ждать только хороших новостей. Увидимся в следующих информационных выпусках. Так что будьте с нами и до встречи на Первом Городском. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова